друзья всем привет сегодня 10 февраля илью сенцова с канала блог сенцова поздравляем с днем рождения желаем у здоровья и серебряную кнопку поскорее сейчас я вам покажу какая у нас шикарная погодка сейчас примерно около 20 градусов была утепель 3 дня 0 капала капала струб с крыш все почистишь здесь заметает за ночь я буду опять чистить зима у нас самая настоящая когда показывают каналы кстати да вот сейчас этот агрегат по помогает чистить первый сезон у меня если кто сибиряков много на канале напишите могу снять видео обзор на него как бы работать по снегу легче с ним так все заметает когда были мороза за 40 ртутный столбик разбился то есть верху . вот видно потому что просто до 30 градусов а мороз когда 45 был вся ртуть уходила вниз вот этот вот накопитель наверное наверное китайский термометр вот сейчас он так вот раз разбился столбик такая у нас зимовка ну зиму и мы под снегом зимовники конечно лучше вот дорожка почистил одна ночь все забило значит когда была вот теперь зимовники поднялась температура до 5 градусов я не заходил все эти мои вентиляции растаяли участок выжачок опять сделался может быть почищу потратка температура теплица снег съехал из кадра утепель бог вот там наш друг стоит пойдем с другой стороны зайдем вот я проваливаюсь просто по колено здесь снега ну чисто так по опыту сужу что отдушина с боков есть снегом не запорашивает какой-то пар вижу и не думаю что живые но потом прослушиваю этим фонетоскопом есть у меня она в зимовнике трубка это так для интереса вот представьте если у меня тут стояло их не знаю сколько штук вот тут все бы они были вот так вот заснежены просто делать на возвышение но так снег конечно от ветра защищает знаю на втором тачке то засыпаем зимуем там зимовник не делаем пока здесь так вот у нас если вот теперь тепло каждом там 0 минус 5 значит у нас идет снег зимой значит метель ветра давление падает если давление высокая ясно ясная погода все сразу мороз ну наверное нам северякам лучше минус 15 минус 20 без ветра такая ясная погода приятная мороз и солнце когда вот такие вот метели только приезжаешь надо думаешь рамки делать приходится несколько часов на снег тратить убирать дом видите как в этом этом году мало книга прошлом году вот видите как до окна вот так вот такой был подъем я вам там просто стоял на уровне выше окна так заметала здесь из-за дома заносила ну ладно сейчас почищу снег а потом зимовник сходим почистил я снежок ну плохо ветер оттуда дует и вот этот вот снег туда бросать нереально все назад летит оставил как ветер стихнет нужно будет убирать я сейчас с микрофоном поэтому ветер кажется тишина на самом деле посмотрите как метет здесь труба отталкивается от забора и завихрение идет метет только почистил сразу все форме под заметает даже не хочется подчищать как кончится снег потом это все надо делать так на термометре посмотрел плюс 2 показывает который мне выносной сейчас пойдем внутрь потом я в конце расскажу про кормить или не кормить птел как я действую после утепили все замки замерзли сейчас горелка грел замки так даже забывая сюда снег так сначала прислушались и принюхались запах нормальный звук обычный кажется немножко добавилась подмора сейчас включу я верхний свет на несколько минут ничего страшного так камера в порядке так подмор я не подметал нормально подмор вот важно все время забываю посмотреть вот сейчас я положил ее вниз на уровень нижнего ряда 95 влажность верху под стоп показывала 10 под сводами у меня всегда такая важность пока я не сделаю принудительную вентиляцию так она и будет поэтому и пока зимуем с открытой верхах здесь может быть многовато подмора обогреватель включен поэтому и показывает 1 плюс 2 вентиляция открыта на все как после утепеля во время открывал сейчас ночью больше 20 кстати сегодня под 30 будет прогнозом поэтому здесь сразу охладилась помещение и уже обогреватель включается может быть он и немножко тоже подсушивает сейчас весим контрольный улей как раз прошел месяц все даже думаю может быть он неправильно показывать потому что он когда стоял у меня на улице показывал 35 что 36 я волновался малый вес потом занес сюда в зимовник взвесил он показывает 45 я не знаю то ли что снизу там трава проросла уже он с такой погрешностью показывал взвесим пока камера ставлю не знаю почему мне опять два с половиной килограмма минус было два даже два с половиной почему так много расплод я тут не верю в интересный когда до для давайте перри заходил они немножко вверх подымались подморозил и они сразу поджимаются я немножко видел там влагу внизу даже здесь с краю завернул полосиком что вот тут вот как выходила влага он видно две пчелки заплеснили ли и возможно не запечатанный был корм тоже воды набрал пчелы сидят вот не знаю почему такой расход большой сильная семья с крайней улочки даже пчелы есть в крайне нет справа и слева даже в край не вижу пчел очень сильная почему-то много потребляет корма пойму возможно и прохлазноваста так и неделю назад слушал почти всех поэтому сегодня не буду этого делать так здесь показалось много пчел выскочила ты там не так все нормально важность высоковато плитки не убираю верхние вы нижние чтобы весной осенью тратить время на них на большом объеме то долго все чтобы открывая вверх что влага выходила вот это вот очень сильная семья и много уделяет влаги что даже вот немножко плесни есть увидел обычно у меня такого не бывает при зимовке здесь это видно даже влагу он вниз идет очень много генерирует тепла попробовали только тот приоткрыть вот и открыл видите вот что я воду прошлый раз и заметил плесень и вода очень сильная семья даже учитывая что гнездо открыто очень много тепла генирует не знаю может быть что он тут на проходе так вот рядом проходе стоят нормальные семьи видно что сильно он сидят висят снизу на весь корпус пчелы запресняем немножко сейчас открыто моста уже вот рядом открыл сильные это еще с открывал стукнула копошились в крайне нет три четыре пять шесть семь восьми улочках сидят здесь вот открыл здесь сухо но пчелы снизу вот они видно копошиться сидят не так сильно висят как первой семейки здесь сухо все все таки это тут положки туда 2 нитка все-таки немного плотноваты кажется что пористый но все равно такая ткань тяжеловатая вот когда вот сетка вот так мне больше нравится вот видите некоторые семьи есть что не получается я вам показываю как есть не скрывая вот вверху например отводки глянулся сухо вот сидят два три четыре пять улочек сухо тряпка сухая тут лучше сухо даже в этом и на дне и на кормушке и только тут один все рядом у двухместный через перегородка сидят тут две улочки вижу эти посильнее ладно нормально надо убираться отсюда короче плите которые дорогие матки еще раз посмотрел так они у меня слабенькие сидят четыре три улочки вот я по поводу подкормки то и рассказываю что я не подставляю подкормку не тем более в январе и не феврале и не в марте то есть все я уже после выставки смотрю потому что хорошо оставляю меда и хорошо закарливаю сиропом осенью чтобы зимой не волноваться и в чем не беспокоить не лезть к ним так ноги пчеловоды делают я основался вот на на постах михаила куцова что хорошо закарливают финс финны тоже зимуют хорошо закармливать чтобы хватало и в том числе на холодную весну поэтому только вот если ты волнуйся например за тех семей за них посматриваю но они тоже сидят спокойно вот это вот так с такой силой поедает но пока тоже спокойно они вот на крайне рамки сюда не пришли еще сейчас я им немножко связничка добавил убрал здесь может быть спокойнее будет уже на солнце ой на тревожиться на лампочку надо убираться все сейчас послушал вот этим прибором нормально живые был спокойный я зимой их открывать не буду знаю там покажут многие феврале открывают ткань не бросают ну у нас сибирь не сахара мы зимой пчелам не лазим вот показал вам как есть пока сейчас иду порассуждаем насчет того все массажа лучше допишу концовку уже в тепле уже сегодня я надышался свежим воздухом в общем что хочу сказать про вентиляцию сказал про полоски сказал про сейчас думал все таки про эту семью почему так много кормов уходит что воды мне хватает вариант этот отметаем сам влажность 95 даже видно немножко мед незапечатанный как спучила семья сильная до края не дошла расхода не должно там быть и в декабре тем более в январе когда вес уже уходил можете в комментариях написать какие идеи может быть что-то там я упустил но если бы она не стояла на весах я бы конечно ничего этого не узнал я раньше их не ставил в зимовку но все-таки я сейчас еще подумал по поводу того что в начале говорил что весы когда я занес с улицы они у меня показывает до 35 36 занес 45 стали что-то мне кажется на весы старые ржавые что-то с ними не то возможно но продолжаем наблюдать главном семья живая следов поноса нет то есть излишняя влага хоть и открытый вверх значит еще снизу сделал открылым леток вентиляция улучшится сейчас будем наблюдать следующее видео сниму как я делаю сбиваю рамки у меня появился кондуктор небольшой спойлер будет сниму видео сейчас если пообещал точно сниму потому что что-то у меня было не было настроение снимать пару недель маленько отдохнул сейчас буду снимать в общем спасибо что смотрите всем удачи и будьте здоровы если нравится ставьте лайки лайки подписывайтесь на канал всем удачи будьте здоровы пока